Итак, наблюдение. Кажется, самое простое. Что я вижу? Основной вопрос наблюдения. Посмотрим картинку и проверим нашу с вами наблюдательность. Сколько здесь квадратов? Д плюс один. Полный квадрат. А плюс один полный. Еще один полный. Плюс три на три. Сверху снилось. Плюс два на два. Их можно двигать. Что за три получается? Двадцать и тридцать что-то получается. Смотрите, чтобы считать замучаешься. Но смотрите, что вы сделали. Первые ответы были двенадцать и шестнадцать. Причем мне даже не нужно было вас подгонять. Вы сразу сказали неправильно. Потому что иногда нужно бывает и так быстрее и быстрее. Сколько здесь квадратов? И человек хочет быстренько дать ответ. И он не пронаблюдал. И он дает первый ответ, который ему приходит в голову. И ответ оказывается неправильным. Он видит, что это матрица четыре на четыре. И он говорит, что здесь шестнадцать квадратов. Он забывает про семнадцатый квадрат. Он забывает про возможность рассечения два на два, три на три. По возможности перемещения этих квадратов. И, соответственно, получается неверный ответ. Вот смотрите, то же самое происходит и в Священном Писании. Нам кажется, что мы давно уже видели это место. Нам кажется, что мы давно уже знаем фрагмент Священного Писания. Нам кажется, что мы давно знаем все правильные ответы. Ну какой смысл смотреть? Тут элементарный вопрос. Ну как здесь? Почти в морской бой можно играть. По три на три на черте либо можно было бы играть в морской бой. Сколько здесь квадратов? Да я в курсе. То же самое, кстати говоря, возникает и в жизни вообще. Например, есть некие стереотипы взаимоотношений, стереотипные ситуации, в которых мы уже знаем ответ. Или так, нам кажется, что мы знаем ответ. Нам кажется, что мы уже поняли. А мы не поняли, мы не в курсе. Вот принцип здесь очень простой. И в жизни, и в Библии, в чтении Библии. Да, иногда первый ответ интуитивно бывает правильным. Иногда. Но много других случаев, когда быстрый ответ, необдуманный ответ оказывается ответом неверным. Сколько здесь квадратов? Дайте мне подумать. Потом подумали, посмотрели и решили. Это опасность первого ответа, опасность первой реакции, которая обычно стереотипна. А теперь я хотел бы показать вам две картинки. Тем, кто сзади, будет сложнее работать. Но я прошу тех, кому не видно, для рассматривания следующих картинок подойти сюда вперед. Вот первую картинку, я думаю, вы хорошо знаете. Но присмотритесь к ней на протяжении секунд тридцати. Да, просто впитайте ее в себя, а потом я покажу кое-что еще. Да, это Боярни Морозова, совершенно верно. А теперь внимание. И в следующей части я прошу вас на протяжении тридцати-сорока секунд, пока я не выключу, соблюдать тишину. Единственное, что вы можете, даже не шушукаться, не разговаривать между собой. Единственное, что вы можете, это подойти сюда вперед. Я покажу вам следующую картинку. И вопрос такой. Что здесь не так? Внимание. Кому надо присмотреться, можете подойти вперед. Напомню вам еще раз Боярни Морозову. И то, что вторая темнее, это как бы не отклонение, это ошибка немножко. Итак, кто что заметил во второй картине, отличающейся от первой? Пожалуйста, теперь можно говорить по одному. Саня с катапотом, с номерами. Так, саня с номерами. С правой стороны старик сидящий держит один палец кверху вместо двух. И что? Что он означает? Ну что он означает, это уже значит интерпретация, да? Что это значит? Дальше. Зачем Боян? Зачем Боян? Зачем Боян? Зачем Боян? Хорошо. Еще? Лыжи. Лыжи мы увидели, да? Мальчик на коньках. Да, мальчик на коньках. Так, и коньки. Дальше. Еще что-то видели? Газету заметили? Да. Так, еще. У нищего шапочка такая. Бандана, по-моему. Бандана. Это бандана. Совершенно верно. Значит, опять-таки мы с вами даже не все пока сказали, а можете пока рассматривать. Но смысл здесь в следующем. Помните, первое мы говорили, опасность первого ответа, он может быть стереотипной. А второе, необходимость правильно заметить детали. Необходимость заметить тонкости, подробности. В Священном Писании это будет тоже очень важно. Часто Священное Писание цитируется неправильно, но это искажение мы упускаем. Ну, как разницу между настоящей картиной Боярни Морозова и вот этим измененным вариантом. Ну, например, говорят, деньги – корень всех зол. Написано в Библии. В Библии такого не написано. Что в Библии написано? Сребролюбие. Корень всех зол, совершенно верно, сребролюбие. Между деньгами и сребролюбием большая разница. Сребролюбие – это любовь к деньгам, приверженность к деньгам. Если деньги – корень всех зол, то я могу очень быстро вас освободить от зла. То есть, вы мне кошельки отдавайте, а я уже со своим злом как-нибудь разберусь. А у вас все будет без проблем. Ну, корня зол у вас не будет, я помогу. Или, что Бог не делает – все к лучшему. Написано в Библии. Нет, в Библии такого не написано. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вот это в Библии написано, во-первых, конкретно кому, а во-вторых, то, что это содействует ко благу, это ведет ко благу. А все, что Бог не делает, все это к лучшему, оно, конечно, богословски, наверное, правильно. Потому что Бог в своих делах ведет ко благу, но в Библии написано по-другому. И вот, на самом деле, очень часто культы лжеучения возникают именно из-за того, что люди коверкают Библию. Небольшое искажение, маленькое искажение. Баяны или банданы на голове, которые и не заметишь сразу, особенно при первом быстром чтении, поверхностном чтении или слушании. Вот ведет к искажению смысла. Теперь представьте себе, что происходит у нас с вами, когда мы говорим, сейчас я быстренько Библию прочитаю. А еще интереснее, когда пастор или молодой начинающий проповедник говорит, «Ой, сейчас суббота вечер, мне завтра проповедовать, сейчас я быстренько подготовлюсь». Начинается такая несуразность, которую и передать сложно. Как, например, человек проповедует из книги пророка Исаии на тему борьбы с курением. Там написано в первой главе, что «Курение ваше ненавистно мне». Человек говорит, что в Священном Писании написано, что «Курение ваше ненавистно мне», а как же вы, значит, не принимаете слово Библии? Конечно, это уже экстремальные совершенно ситуации, но примерно то же самое возникает, когда мы, не подумав, начинаем читать Библию. Вот в этом, друзья мои, и важность шага наблюдения. Итак, мы с вами начали разговор о методе изучения Библии, и мы выделили три шага. Какие эти три шага? Пожалуйста. Главный вопрос наблюдения. Что мы видим? Что я вижу? Дальше? Толкование. Главный вопрос? Что это значит? То, что это значит, совершенно верно. И последнее. Применение. Что мне с этим делать? Да, что мне с этим делать. Обратите внимание, что применение, не что Ивану Ивановичу с этим делать, и даже не что моей жене с этим делать, а что мне с этим делать. Начинать нужно с себя, и к этому подойдем с вами в пятницу. А сейчас мы с вами посмотрим фильм, кусок фрагмента из фильма о Шерлоке Холмсе. И я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на то, каким методом пользуется Шерлок при разгадывании детективных и не очень детективных ситуаций. Мы начнем немножко раньше того момента, который для нас важен. Я бы просил поставить немножко раньше, для того, чтобы вы увидели, как Шерлок комментирует уголовную хронику газет. Дело в том, что иногда такое же ощущение складывается, когда смотришь, как мы сегодня в нашем христианском мире читаем Священное Писание. Ну а потом, увидев это, посмотрите, пожалуйста, внимательно за следующими событиями. Мы начнем смотреть, и когда нужно будет остановить, я просто скажу «стоп». Мистер Холмс, оружейник сказал, что патроны 38-го калибра будут у него только на вторник. Подойдем до вторника. Делать нечего. Это вот называется «Уголовная хроника». Пекарь избил скалкой своего подмастерья. Пекарь отбросил витрину. Во мнимусе задержана парижка. При неудачной попытке залезть в карман. Заметьте себя, братцы. При неудачной. Простых вещах лучше не сделать. Нет, преступный мир явно врождается. Этому можно только радоваться. Да. Как честная младенька. И горнополдное величество не рада. Она как сыщик. Скажите, а как вы узнали, что он играл на бильярде? Ну, Ватсон, это уж такая простая дедукция. Могли бы сами догадаться. У вас рука испачкана мелом. Вы не партнер, не школьный учитель. Откуда мел? Вы вот играли на бильярде. А если бы выиграли, пришли в хорошее настроение. Все правильно. И очень просто. После того, как вы мне объяснили. Сегодня ваш черед играет с белыми. Прошу. Прошу. Шах. Учите сделать логические выводы. Вещи могут рассказать о людях значительно больше, чем люди о вещах. Красивый парадокс. Есть вещи без вики. Одинаковые у всех. Вот, например, часы. Они у меня уже целый год. Ну? Что вы можете сказать? А? А вас очень немного. Только то, что вы аккуратный человек, и недавно сдавали их в чистку. Есть все. А вас все. Но они мне кое-что рассказали о вашем старшем брате. Ведь часы принадлежали вашему отцу, а не вы пришли к вашему старшему брату. Это не фокус. На часах гравировка G-даблы. Совпадают только фамилии. Значит, часы не мои. Мой отец, как вы знаете, давно умер. А часы, как я вам сказал, у меня только год. Значит, мой отец оставил их по традиции старшему сыну, а он передал их мне. Пать, вы делаете поразительные успехи. Благодарю за комплимент. Ну, я ждал, что вы мне расскажете что-нибудь о характере моего брата, о его привычках, о том, какой он был человек. Мам, это очень хочется. Пожалуйста. Ваш брат был беспорядочный и легкомысленный человек. Пьяница. Он получил хорошее наследство, но быстро все промотал и живы в бедности. Правда, иногда ему улыбалась фортуна. В конце концов, он спился и умер. Вот все. Я не знаю, кто вам рассказал о судьбе моего несчастного брата. Но это не предмет для розыгрыша. Простите меня, Ватсон, я не должен был увезть ваши семейные дела. Я просто не предполагал, что моя догадка настолько попадет в цель. Уверяю вас, мне все сказали часы. Ватсон, я просто скрыл от вас логическую цепь рассуждений и предложил вам только выводы. От этого вы мне не верите. Но, прошу вас, увидитесь сами. Ну, взгляните на эти написи над царапанными иголками. Видите? Знаете, что это такое? Это номера квитации. Так делают во всех английских ломбардах вы избираете путаницы. Ваш брат закладывал часы четыре раза. Но все-таки выкупал их, иначе как бы они оказались у вас. Теперь, прошу вас, взгляните на отверстие для ключа. Оно все истечено мелкими царапинами. Часы заводят по утрам. А по утрам у вашего брата три слесилки. Что бывает только с очень пьющими людьми. И, наконец, то, что часы оказались у вас, говорит о том, что брат ваш умер. Вы прав, Холмс. Прав, как всегда. Итак, вы с вами посмотрели этот фрагмент. Помните фразу, которая была в начале, «Все это так просто после того, как вы мне это объяснили». Действительно, когда кто-то объяснит, все кажется очень просто. Особенно, когда еще это поймешь. Но давайте с вами вспомним, какими приемами пользовался Шерлок Холмс в решении ситуации. А ситуаций было две. Первая ситуация простая, с бильярдом. Вторая ситуация с часами, она посложнее, более развернутая. Значит, наблюдение. Над чем наблюдал или что замечал Шерлок Холмс в этом фрагменте, что большинство из нас не заметили бы. С часами? Да, с часами. Мелкие детали. Он замечал мелкие детали. И, более того, он пользовался наблюдением для того, чтобы заметить эти мелкие детали. Дальше он пользовался определенными навыками толкования. Он имел определенные навыки толкования по этому фильму. И, наконец, применение. Вот он уже делает определенные выводы из того, что истолковал, из того, что у него получается. Значит, от наблюдения через толкование к применению. И, когда доктору Ватсону показали начало и конец этого процесса, не сказав о том, что была еще и середина, была некая логическая связь, доктор Ватсон говорит, что ну вот как можно так шутить, да? Как вы можете такими интимными подробностями личной жизни моего брата шутить? Потом оказывается, что существует очень четкая связь между тем, что Шеллок Холмс видит, и теми выводами, которые он делает. Вот точно так же иногда вы слушаете, допустим, проповедь, действительно хорошую проповедь, и думаете, ну откуда человек столько накопал? Иногда мы склонны даже рассуждать по-другому. Вот этот человек, наверное, одарен. Вот он умеет копать священное писание и сказать что-то, а мне это не дано. Вот книга священное писание дана всем, каждому верующему человеку, да и неверующему тоже, дабы он покаялся. Значит, и возможность наблюдать, делать выводы дана каждому из нас. А, собственно говоря, огромное достижение реформации, огромная революция реформации заключалась как раз в том, что реформаторы призывали каждого человека читать и изучать священное писание, и говорили о доступности и полезности, и более того, необходимости Библии для каждого. Нам не надо идти к служителю, к пастору, чтобы служитель-пастор нам все растолковал. Да, нам важно прийти к служителю, к пастору, чтобы подтвердить или опровергнуть свои какие-то догадки. То есть нам важно сверять нашу интерпретацию священного писания с интерпретацией других действительно верующих христиан, потому что иначе можно в секту уйти, иначе можно в ересь уйти. Ересь очень легко произвести на свет, она не будет новая, она будет обычно старая. Но просто по незнанию истории христианства мы эти ереси производим и думаем, что они новые. Но сделать это очень легко, поэтому, конечно, нам нужна быть определенная страховка, нам нужно сверять, что называется, часы с интерпретацией других христиан. Но при этом мы прежде всего зависим от Бога и Его слова в интерпретации Библии, а не от мнения других христиан. То есть я сам могу взять священное писание и разбираться, что там написано. Мне совершенно не обязательно для этого, совершенно не нужно для этого начинать, допустим, с комментариев, начинать с того, что накопал кто-то еще. И здесь, в связи с этим, необходимо сказать пару слов о методе. Существует определенная путаница. Путаница, это касается как раз сравнения метода Шерлока Холмса и метода, которым мы с вами пользуемся при изучении Библии. Метод Шерлока Холмса называется методом дедуктивным. От слова дедукция, дедукция. Дукто, дукция это вести. Дедукция это вывод. Из маленьких деталей мы собираем картину чего-то общего. Мы идем от подробностей, мы идем от деталей, и от деталей, от этих, от подробностей мы от частного двигаемся к общему, от частного к целому. Доктор, извините, Шерлок Холмс замечает царапины на часах и делает из них выводы о характере брата доктора Уатсона. Дедукция, вывод от частного к целому. А священное писание мы обычно исследуем другим методом. Это не метод Шерлока Холмса, хотя наблюдательность для нас будет столь же важна. Это метод индуктивный. Когда имея общую картину священного писания, мы получаем возможность лучше рассмотреть детали. В индуктивном методе, имея общую картину священного писания, мы получаем возможность углубиться, сконцентрироваться на деталях. Кинооператоры могут продемонстрировать это наглядно и великолепно совершенно. Очень простой картинкой. Например, представьте себе, мне остается только на пальцах объяснять то, что оператор мог бы показать буквально за несколько секунд. Например, представьте себе картинку цветка, которая начинается с рассматривания маленьких деталей цветка. Цветок приближен к вам как можно ближе. И вы смотрите тычинки, вы смотрите пестики, вы рассматриваете детали, камера идет по этому цветку, и из деталей у вас складывается картинка чего-то общего. Это дедукция от частного к общему. Другое представление, другой способ, это показать сначала цветок целиком, может быть даже в саду, среди других цветков, которыми он окружен. Когда мы получили картинку всего этого сада, мы начинаем приближаться и концентрируем наше внимание на каждом конкретном цветке и идем к его деталям. Мы идем от общего к частному. Вот эти моменты. Да, мы с вами, конечно, не подходим к Библии целиком методом Шарлока Холмса. Мы не берем какой-то фрагмент из книги, вырванный из контекста, потом другой фрагмент, третий, и пытаемся составить целое. Мы уже имеем общую картину священного писания, общую картину Библии. Но наблюдательность нам столь же необходима, потому что рассматривая общую картину, мы получаем возможность рассмотреть также и детали, углубиться в детали библейского повествования, характеров героев и так далее. А теперь я хотел бы проверить, посмотреть, насколько мы вообще наблюдательные с вами люди. И задать вам несколько очень простых вопросов. Сначала самый простой вопрос. Поднимите, пожалуйста, руки те из вас, кто женат или замужем. Как, есть такие люди? Так, есть немножко, да, есть. Вспомните, пожалуйста, какого цвета глаза у вашего супруга или супруги. Вспомнили? Вспомнили. Теперь вопрос ко всем. Какого цвета глаза у вашей мамы? Пытаетесь тоже вспомнить про себя. И у папы. Кто-то вспомнил? У папы, да, вспомнили. Сколько ступенек в этом здании, в котором мы с вами сегодня находимся? Вот вы поднимаетесь в это здание, сколько ступенек вы проходите? Кто-то из нас, да, кто их считал? А зачем это нужно было? На самом деле ступеньки действительно незачем было считать. Вот, но кто-то, может быть, особенно наблюдательный, вспомнил или посчитал. Просто если знаешь строительные элементы, легко открыть. Да, если, вот, Валерий, совершенно верно. Ведь ступеньки даже эти не случайно, да, они не просто так, вот, какое-то число, откуда-то взялось и его вот. Да, надо понять, если вы понимаете, почему так, вы понимаете, почему именно столько ступенек. А теперь, с кем из вас, дорогие мои мужчины, дорогие братья, с кем из вас случалась ситуация, когда жена, значит, жена или ваша любимая девушка, если вы еще не женаты, а вас встречает и говорит, а ты во мне ничего нового не заметил? И вы такой думаете, так, а что я должен был заметить? Буквально вчера. Так, так, ничего, как? Я же сегодня прическу сделала. Так, и вы вот понимаете, ой, да, 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 я заметил, но она была такая обворожительная, что я предпочел сразу об этом не говорить. Понимаете, вот это, кстати, опять-таки, ведь Библия не отрывает, не оторвана от жизни. Библия – часть жизни. И та самая наблюдательность, которая нам необходима в жизни, та же самая наблюдательность нам необходима при чтении Священного Писания. Может быть, даже в большем объеме, но смысл тот же самый. И вот подумайте о себе, наблюдательный ли вы человек, и в чем эта наблюдательность проявляется для вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok